Бурятия и Зайбайкалье больше не относятся к Сибири. Они вошли в соседний Дальневосточный федеральный округ, пишет бийский рабочий со ссылкой на РИА Новости. Указ о передаче двух регионов подписал Владимир Путин. В официальных документах такое решение никак не объясняется, но глава Бурятии Алексей Циденов заявил, что вхождение в ДФО даст республике целый ряд дополнительных возможностей. Это поддержка в экономической и социальных сферах, стимулирование инвестпроектов, поддержка фонда развития Дальнего Востока. Кроме того, в ДФО действуют выплаты при рождении третьего ребенка, предоставляется Дальневосточный гектар. Знак шипы для авто скоро не понадобится, сообщает Рубцовская инфо со ссылкой на российскую газету. Соответствующий проект постановления правительства уже согласовали все заинтересованные ведомства. Объяснение следующее. Шипованная резина незначительно влияет на характер движения автомобиля, и потому необходимости в этом знаке больше нет. Отметим, несмотря на это, еще в прошлом году за отсутствие знака шипы активно штрафовали водителей. А вот аргументы и факты один из своих материалов посвятили школьнику из Белокурихи, который всего за год выучил китайский язык. При этом мальчик изучает еще два языка. 15-летний Торон Осаян уже получил два сертификата о первом и втором уровнях владения китайским и готовится к экзамену на третий уровень. Торон знает около 600 иероглифов, тогда как обычный житель Китая около 5000. Свои языковые навыки он практикует, общаясь в соцсетях с носителями языка. По словам парня, хорошее знание китайского позволит ему совершенно бесплатно поступить в один из местных вузов. Больше 7 миллионов рублей потратят на новогодний городок в Барнауле, пишет Политсибру. По данным регионального портала «Газакупа», Комитет по дорожному хозяйству и благоустройству краевой столицы ищет подрядчика для обустройства и демонтажа новогоднего снежного городка на площади Сахарова. По условиям он должен быть рассчитан на семейный отдых. Высота искусственной ели должна составлять 32 метра, диаметр 12. Обустроить снежный городок должны к 23 декабря. И уже известно, когда в Барнаул приедет главный Дед Мороз России, об этом написала газета «Комсомольская правда». Дед Мороз из Великого Устига пробудет в Алтайском крае 12 и 13 ноября. Пока неизвестна программа его пребывания, но однозначно можно сказать, что он встретится с главным алтайским Дедом Морозом и посетит несколько благотворительных акций. По традиции визит завершится праздничной программой на площади Сахарова.